всем привет ребята у нас сегодня с вами второе занятие из четырех второе из четырех нам нужно разобрать четыре специальности вчера мы с вами разбирали чем занимается к ману к автомэйшн а сегодня мы с вами разберем другое интересное направление называется фронт-энд разработка я открою экран буду показывать буду показывать например давайте сначала возьмем схематично это все разберем вот представьте себе представьте себе вот вы включили включили свой компьютер и открыли открыли интернет это называется браузер открыли браузер и в адресной строке вот в адресной строке пишите здесь допустим пас в точка us вот вы это написали нажали enter и что же происходит в этот момент немного 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 пояснений ваш компьютер отправляет запрос в интернет и он проходит несколько он может пройти несколько несколько разных устройств которые его приведут которые его приведут к расположению где где находится непосредственно вот где находится непосредственно вот этот вот ресурс где находится там он тоже произведет всякие манипуляции и назад он отдаст он отдаст содержимое этом как это веб-страница должна выглядеть и он отдаст эту разметку допустим виде html файла и потом оно как-то здесь будет будет показано на на странице с картинками с разными в общем все это как-то здесь будет показано и вот то как оно здесь будет отрисовываться вот то кто позаботился об этом файле и о том какие там картинки к нему должны будут идти какие какое еще оформление вот этим занимаются уже веб-разработчики либо еще их можно назвать фронтенд также подразделения фронтенда значит мы с вами будем сегодня обсуждать чем занимается фронтенд разработчик какие он использует инструменты и насколько это легко или сложно сделать а также покажу покажу в примерах то есть когда вы пишете какой-то адрес какого-то сайта он отправляется где-то берет документ присылает его назад а уже ваша программа браузер на вашем компьютере или в телефоне она знает как этот документ нужно интерпретировать вот допустим давай так и сделаю я пишу pass в точка us в этот момент отправился запрос запрос пришел получил этот документ и он прислал его в виде вот такого вот виде вот такого документа то есть был отправлен запрос прислал и браузер видит вот это а потом уже браузер по-своему это все интерпретирует и показывает это так как так как мы себе сделали то есть браузер переделывает из вот этого вот вот это плюс еще там есть специальные стили 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 оформления то есть браузер получает вот такой вот такую вот кракозябру которую вы тоже потом научитесь понимать и показывает уже нам что-то красивое красивое и приятное приятные взгляды так кто же занимается вот этим что же что же делает сам фронтенд разработчик фронтенд разработчик работает с несколькими с несколькими людьми давайте теперь разберем структуру структуру команды и разберемся в общем существует некоторый бизнес овнер который который говорит я хотел бы хотя бы получить какой-то там результат в виде приложения в виде странички и так дальше и следующий человек в команде называется project manager или product manager может быть еще бей как расшифровывается как бизнес аналист аналитик бизнеса который где-то по-разному их функции могут могут не иметь каких-то четких границ project manager или бизнес аналитик составляет список список требований типа он хочет это хочет это хочет чтобы формочка была и картинки и чат и все дальше то есть собрал это все собрали эти требования потом это все передается другому человеку UX UI дизайнеру который уже на основании этих требований составляет составляет какой-то вид давайте сделаем вот так а вот здесь мы сделаем картинку с видео а вот тут еще там какую-то кнопочку а потом вот тут каких-то три наших топовых три наших топовых программы и так дальше ну там соответственно этот экран он он длиннее и и там все вот на нем как-то вот укладывается и они вот тут между project manager там бизнес аналитик UX UI это все между собой обсуждают в ком-то виде утверждают эту страницу как она будет выглядеть для этого есть специальные инструменты на данный момент индустриальный стандарт это фигма фигма победила фотошоп и иллюстратор x адоб xd скетч и другие реально победила и дизайн рисуется в ней я вам тоже могу показать потом пока пока идем по по плану и этот вот этот макет он передается потом уже фронтенд и бакенд бакенд разработчикам кто такие фронтенд разработчики фронтенд это те люди которые из вот этих вот нарисованных картинок сделают так чтобы это работало потом на компьютере чтобы когда вы нажимали на какую-то кнопочку когда вы чего-то делали чтобы это все потом отображалась так как нужно и они делают это так чтобы она работала на 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 маленьком мониторе так чтобы она работала на большом мониторе по другому что здесь там помещалось больше и они также работают на тем чтобы это все поместилось потом еще в какой-то какой-то телефон чтобы она показалась в соответствии с тем что чтобы она еще влезла в телефон и при этом это все работа задача фронтенд разработчика это не просто перенести это а сделать так чтобы она еще показывалась корректно на разных мобильных устройствах так еще один художник появился извините забыл выключить рисование все задача фронтенд разработчика сделать чтобы это работало и оно выглядело так же как в на картинке плюс чтобы оно еще и было интерактивным чтобы с этим всем можно еще было взаимодействовать ребята если есть какие то вопросы по ходу вы сразу вы сразу их спрашивайте в чате дальше то есть фронтенд это именно то с чем мы взаимодействуем то к чему прикасаемся что из себя включает фронтенд давайте открою наш кодинг по связь вот здесь есть некий интерактив допустим войти через google есть какие-то формочки заполненные есть галочка вот на нее ставишь галочку ставишь кнопка становится активной галочку убираешь кнопка становится неактивной также покажу сразу пример как это все адаптируется под другие экраны видите экран шире она так себя ведет экран сужается видите он перри переделывается вот вот в такой вот 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 таким образом я сейчас смотрю его типа с телефона смотрю его с планшета вот так они две две рядом смотрю на более узком экране вот так самый узкий они выстраиваются одно по другое это также задача фронтенд разработчиков но есть еще другие другие участники а именно это backend разработка то есть вот когда мы нажимаем на какую-то кнопку то наше приложение отправляет запрос куда-то допустим на сервер на сервер тот может использовать какие-то базы данных для этого разные либо еще куда-то там обращаться вот это то что нарисовал зеленым это backend то есть работники которые обеспечивают нам которые обеспечивают нас данными когда нам нужно получить какие-то данные фронтенд разработчиков спрашивают дизайн не разрабатывать нет нет задача фронтенд разработчика это вы не делаете дизайн раньше были такие люди которых называли веб-мастера они делали всего вам и дизайн и фронтенд и бэкэнд но их сейчас вот так разделили дизайн отдельно фронтенд отдельно бэкэнд отдельно мухи отдельно котлеты отдельно и фронтенд разработчик делает только то что нарисовано в дизайне есть четкое разделение разделение обязанностей можно можно сделать как-то чуть-чуть по-другому но опять же при согласовании при внесении вправок вот сюда в макет ребята вопросы вопросы пишите так спрашивают когда начинаются курсы это лучше уточняете у менеджеров потому что дата начала каждого потока немножко отличается ну мы стартуем примерно каждую неделю раз несколько каждый месяц примерно раз несколько недель восьмого августа пишут да для джейс все верно то есть мы начинаем мы начинаем совсем скоро работает ли фронтенд разработчик с кодом да вы работаете с кодом вы для того чтобы сделать что-то для того чтобы сделать что-то вы должны работать с кодом кстати давайте давайте я вам покажу допустим вот эту страницу вот видите вот вот эта страница я вам покажу ее как она выглядит внутри как она выглядит внутри я вам даже сейчас покажу как как выглядит вот local кодинг изнутри это будет интересно именно часть часть фронтен я не буду разводить вас в курс всего проекта потому что тут миллион миллион файлов ну покажу где где находится вот этот файл наши пейджи с хом это должно быть хом 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 допустим я потерялся или вот пейджи с хомпейдж вот она он пейдж он пейдж вот она вот она находится на вот вот так выглядит вот так выглядит вот эта страница внутри приберу слева это справа и вот тут мы описываем мы описываем все то что должно быть здесь поначалу она может конечно вас немножко так настораживать но пару пару месяцев и вы потом совсем этим со всем этим разбираете допустим обучение на практике с нуля на русском описываются здесь вот этих вот частях есть еще часть часть кода которая совсем непонятный потому что потому что вы его видите первые пять минут и вы не знаете все все всего контекста происходящего чтобы понять точнее после того как совершенно новый человек хочет подключиться к редактированию допустим даже вот этого проекта нужно прийти определенное количество стадий я их тоже их тоже расскажу в общем это то как сделана главная страница допустим я хочу перейти в страницу вход допустим вот вход тоже страница я тоже могу найти то есть разные способы у разработчиков как мы можем найти какую-то страницу как мы можем по ней делать какую-то навигацию по по проекту мы можем там разными способами пользоваться можем вот как бы я сейчас вам покажу один из они нас простых вот а это мы уже перешли к страницу входа вот так вот мы видим слово вход потом слово войти через google 2 2 поля ор кнопка и это все вот здесь есть она а теперь давайте перейдем к процессам что нужно сделать так чтобы с нуля дойти до того чтобы создавать эти страницы редактировать расширять и править править там баги давайте давайте разберем путь путь from zero to hero с нуля то есть шаг 1 шаг 1 вам обязательно нужно будет изучить язык программирования javascript фронт-энд это уже та специальность в которой программирование на первом месте на первом месте что какие есть ресурсы для изучения программирования тот же самый тот же самый кодинг вот здесь курсы javascript синтакс и вот начинаете вот идете 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 мы приготовили очень много задач сейчас около 1000 чем-то задач и около 150 лекций видео первые все первые семь лекций бесплатно вы можете с них начать просто попробуйте просто попробуйте как как это как это работает можно ли начать курс джейс full stack без javascript или покупка прохождение джейс синтакс начал курса обязательно не не вы не обязательно не обязательно должны покупать javascript синтакс вы можете начать вы можете начать сразу же вы можете начать сразу же учиться но javascript синтакс там будет уже внутри вы вы можете начинать разными способами если вы сомневаетесь вы можете начать просто javascript а если вы уверены что что у вас есть время что у вас есть четкое понимание что из себя представляет это работа то вы можете сразу же переходить к обучению в группе так тоже может сделать кто как происходит стыковка между фронтендом и бэкэндом ну эту стыковку делают 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 две команды это как мост с двух сторон но с двух сторон так давайте идем по процессу и этот вопрос тоже так какими фреймворками будете учить пользоваться отлично так javascript это примерно вот базовый javascript это примерно два три месяца два три месяца ладно давайте скажем четыре два три четыре месяца у разных людей по разному если вы прям совсем вундеркиндер это два месяца в среднем три если у вас там родила кошка или в этом уехали внезапно на день рождения куда-то и там там зависли то скорее всего четыре месяца то есть javascript вторая часть для фронт-энда мы сейчас обсуждаем эфи 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 это кратко кратко фронт-энд вторая часть это реакт мы используем реакт для в качестве библиотеки и плюс фреймворк мы используем next next js у нас на самом-то деле у нас еще есть несколько проектов которые написаны на других фреймворках но сейчас мы переходим на на next react next сюда же идет сюда же идет экспресс экспресс джесс это ну да экспресс джесс здесь прицепиком идет еще редакс и что-нибудь с ссом на типа bootstrap а типа материал юай типа tailwind либо вот что-то из нового мы тоже для студент студентов предлагаем чакра джесс кажется так называется это основные там помимо этого есть еще куча мелких мелких пакетов которые которые помогают но из основного это реакт и экспресс а сюда еще есть идет база данных мы используем мы используем манго манго деби но для тех кому интересно вы можете подключить сюда еще на и скелл такой то такое тоже такое возможно мы делаем больше акцент на манго потому что у нее лучшая расширяемость и и вообще и вообще третья часть значит а сколько времени вот вот здесь на на вот этот на вот это все нужно примерно 45 месяцев 45 месяц вот смотрите здесь давайте так оптимистично два месяца и здесь оптимистично пять месяцев то есть уже получается в сумме 7 месяцев вот на эти две части 7 месяцев и вот вы уже таки мы уже в принципе это все между собой перевязываете уверенно причем это с такой с учетом человеческого фактора и третья часть это project project она же практика она же практика она же стажировка на стажировке хорошо бы если вы были четыре четыре месяца но он так четыре с плюсом 4 4 больше четырех месяцев уже начинается уже начинаются качественные перед перестройки сознания то есть вы уже это все делаете очень уверенно и того и того и того вот 7 плюс 7 плюс 4 примерно ну как бы у кого как по-разному в общем 10 10 10 11 в разных случаях там 12 месяцев вот вы становитесь фронтенд разработчиком это опять же с учетом того что вы это делаете в удобном для вас для вас для вас темпе но порядок никак нельзя поменять вот без джаваскрипта вы не сможете перейти к реакту если вы не изучите основы джаваскрипта то вы не поймете вот каких-то вот вещей которые происходят которые вам нужно писать редакторы мы редакторы мы даем там все это объясняем джон спрашивает синтаксис во всех фреймворках одинаковый нет ну точнее так в реактовских фреймворках синтаксис примерно одинаковый примерно там а кстати забыл самую самая тут еще штука тут еще мы используем мы используем typescript пишется ts это надстройка на джаваскриптом для для определения типов и так дальше если вы знаете джаваскрипта и typescript вы тоже тоже поймете за какое-то время в реакторских фреймворках синтаксис примерно одинаковый в есть еще несколько фреймворков так чтобы картину чтобы картину вам показать в общем есть мир реакта на котором сидит сейчас практически все стартапы интерпрайсы и так дальше это все из нового есть еще ангуляр который был когда-то мега популярный сейчас он сдулся и есть еще отдельная отдельная часть это вью на нем сидит много европейских компаний много всяких снг-шных компаний вот на нем американцы с вью практически не работают но он по-своему хорош и по-своему по-своему мерзотный ну в общем как бы бы такое в общем мир мир разделился на на три части react angular и вью причем angular уже давным-давно где-то там на дне вью это такой выбор выбор такой панкующей молодежи а react уже сейчас react является индустриальным стандартом хотя он не лишен не лишен недостатков блин совсем забыл вот здесь вы еще учите вот ко всему прочему хотя нет даже даже вот здесь в проекте больше мы используем rest api и также некоторые проекты используют graph ql граф ql это это стандарты общения способы общения между клиентами сервера между фронт-эндом бэк-эндом люди спрашивают практика тоже платная если вы идете на курс по фронт-энду то это все вы получаете вы вы получаете за за одну цену если вы хотите купить только отдельно практику допустим вы это все знаете и умеете то нужно будет с вами поговорить посмотреть ваши работы и потом можно будет решить как бы можем ли мы вас взять в проект но если вы у вас уже был какой-то опыт разработки либо это делаете то да то есть вы попадете в проект сложно писать какие-либо команды вообще извините что перебил сложно ли писать да нет вообще ничего сложного нет когда понимаешь что происходит то ну там там не сложно но сложнее когда ты этого не знаешь в чем чем сила сила в том что рядом с вами есть еще другие студенты есть преподаватели которые которые вам помогут с с вопросами и попробуй вы можете посмотреть примеры это огромный плюс когда у вас есть у кого спросить либо есть с вами рядом кто-то кто может вас пнуть в нужном направлении хотя бы так вопросы читаю вопрос будем ли мы учить оп 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 это объектно ориентированное программирование в джаваскрипте мир тоже поделился на две части оп и не оп у нас есть фреймворки бэк-эндовские оп это nest nest js и если вы если у вас как бы после всего этого еще зачешется оп то как бы это все тоже можно сделать но базовом в базовой комплектации оп нет то есть обм как бы и тут принципе не нужен мы используем функциональный стиль большей частью когда-то когда-то в реакте там лет пять назад там были были классы но они не использовались как оп поэтому в общем-то оп как такового во фронтенде нет если вы будете идти в бэк-энд то без оп ну будет наверное тяжеловато так что а по поводу нужен ли муран еще спросила нужен ли во фронтенде к счастью к счастью для вас не знаю там к счастью не к счастью но не нужен он не используется джон спрашивает в чем разница между rest api и sop ну разница в форматах это если вы мне задаете вопрос на собеседование кстати у нас был такой случай я расскажу про как раз вот про rest api и sop один из наших студентов он работал когда учился он работал таксистом таксистом где-то в долине кремниевой долине и он как-то везет пару индусская семья муж натаскивает свою жену на собеседование и он вы там в общем у них такой стиль он как бы он не задает вопрос она отвечает просто отвечает и один из вопросов как он едет их везет один из вопросов он спрашивает вот the difference between the rest api and sop rest and sop и она сидит что-то молчит может на я отвечу и он дает разницу и потом там используется типа там джейсон там больше xml и и муж так говорит юси таксист знает лучше чем ты он готовился да ты проходил собеседование в общем это теперь возможно это теперь их семейная история тоже да ну вернемся вернемся к нашей к нашей программе тут я написал много всяких страшных слов к этому еще добавляется так как у вас проект еще добавляется какая-то работа с клаудом здесь либо и дабы с там и дабы с полю по любому будет мы еще используем друге и и другое ну как бы aws по по умолчанию нет и множество всяких других инструментов которые которые вам ну безусловно будут безусловно будут нужны спрашивают будут ли курсы по data science нет пока что мы в data science не верим и этому этому не очень так давайте перейдем к примерам потому что я очень люблю фронт-энд я хотел бы вам показать что из себя представляет у первых фигма где там сейчас попадем в мой аккаунт или нет наверно попадем да я вам покажу я вам покажу как пару каких-нибудь интерфейсов давайте возьмем давайте возьмем сейчас думаю какой-нибудь побольше или поменьше взять потому что у меня есть тут их давайте возьмем поменьше давайте возьмем поменьше чтобы 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 вам было проще проще понять а потом перейдем к побольше в фигме дизайнер рисует он говорит вот этот будет вот так находиться он там определяет цвета он определяет размер он там тоже сам понимает где где что и каким-то вот графическим способом объясняет фронт-энд разработчику как это будет выглядеть в итоге как это будет выглядеть в итоге и и он уже здесь и шрифты определяет и цвета и колонки в таблицах и намного проще на это посмотреть когда это это просто нарисовано сказать а вот там что-то не хватает чем когда это будет сделано и потом потом вносить уже правки по живому вот так вот так это работает есть еще другие страницы которые показывают а вот так будет выглядеть форма создания клиента а вот так вот будет выглядеть допустим выглядеть просмотр клиента могут быть к также создание какого-то ордера для 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 клиента вот один один из примеров такой а давай перейдем к страницам где их побольше этих страниц может быть много реально прям много и допустим вот один один из прототипов один из прототипов которые мы используем по велкам вот такой то потом следующее переходим следующий там второй слайд 3 третий слайд должен выглядеть вот так вот так кнопочки вот тут кнопка skip может быть даже не раскрашена потому что цветовая схема может быть изменена профайл должен выглядеть вот так в случае если там будут какие-то ордеры профайл должен выглядеть вот так прогресс вот здесь кнопочка 1 3 в некоторых случаях пояснений не бывает ну как бы нет пояснений либо там дизайнер положил что-то и так понятно но вы всегда можете спросить допустим какие-то репорты выглядят вот так следующая страница сеттингов выглядит вот так страница сброса пароля вот определили форм страница изменения пароля страница с линками вы наверно их видели страница с нати управление нотификейшнами страница с формой shipping адреса страница с удалением деактивации аккаунта то есть пояснение подтверждение деактивации аккаунта то есть каждый шаг дизайнер продумывает это на каждом шаге допустим страница с ордерами страница с курсами причем да я сейчас дойду до развилки потом страница внутри курса курса с каким-то с прогрессом страница лекции страница лекции и может быть так что лекция в лекции могут быть какие-то там еще развилки разные разные сценарии страница квиза видите там страница с решенным квизом, страница с пройденным квизом, страница с другом и так дальше. Вот здесь, видите, относительно немного всего, но если приложение большое, то этих страниц там будут сотни, сотни тысяч. Вы будете сидеть, допустим, сегодня мы делаем вот эту страницу, и вы берете, смотрите сюда и сидите на ней и колупаетесь. Вы над этой страницей можете теоретически колупаться и неделю. Вот как бы сидите, смотрите, чтобы все выглядело так, как нужно, чтобы все кнопки работали так, как нужно, чтобы все поиски работали, чтобы вот эта кнопочка тоже работала и так дальше. То есть вы выполняете, вы этот раб лампы, вы выполняете, вы реализовываете то, что было нарисовано. Да, все правильно, то, что было нарисовано. Так, для iOS-приложений JS конкурент Свифту. Ну, наверное, нет. Они работают все-таки в разных полях, у них разная область применения, потому что Свифт – это нативные iOS-овские приложения и серверные, а JavaScript – это больше веб, поэтому они между собой не конкурируют. Да, ну, вы можете писать мобильные приложения на JavaScript, которые потом будут портироваться. Ну, это такая немножко, пока что неопределенное направление. Читаю следующий вопрос. Этим занимается UX UI дизайнер? Да, вот все, что здесь нарисовано, это UX UI дизайнер. MC спрашивает. Вы как-то упомянули про то, что фронт-энд перевернули с ног на голову. Можно пример, напомню, это было в контексте того, что в IT часто происходят изменения. Да, без проблем. Есть некоторые области, в которых, как было, допустим, заложено в каких-то 70-х, 80-х годах стандарты, вот так по ним мы и работаем. Условно говоря, допустим, строительство каких-то каркасных домов. По большому счету оно сильно не поменялось. Добавились какие-то материалы и так дальше, но без этого можно обойтись. В программировании бэкэнд, бэкэнд-часть, работа с базами данных, она точно так же достаточно стабильна. Там появляются какие-то фреймворки, где-то что-то улучшили. Но бэкэнд стабилен. Он на протяжении лет, десятилетий, он мега стабилен. Вы даже можете не предполагать, допустим, вы пользуетесь, покупаете какие-нибудь авиабилеты, а та система может быть написана в каких-нибудь там еще 90-х годах и до сих пор она там работает. Но внешний вид ее меняется. Он там все красивее и красивее становится. У вас мобильные приложения, все прочее. Но сами данные и система, которая занимается обработкой этих данных, она стабильно, допустим, написано где-нибудь там в 90-х годах. Работает и ладно. Там просто никак не перевернуть и, в принципе, зачем это делать, если все хорошо. А вот у фронтенда раз в несколько лет происходит вот такая вот переделка. То в свое время пришел React, то потом заточили, еще там переделали с классов на функции, то внутри потом разные фреймворки появились для форм, ну для CSS фреймворки. Потом появились какие-то сборщики, потом появились другие какие-то фреймворки. И ты такой думаешь, ой, блин, там что-то хорошее сделали, а давайте попробуем то, а давайте попробуем это. И все вроде бы все такое, все вкусненькое, и то надо попробовать, и то применить. Но для новых проектов – да. Но старые проекты, которые уже написаны в компаниях, они их не перепишут. Они их не перепишут, они их будут просто поддерживать, поддерживать, поддерживать до каких-то пор. Вот я причем, когда я работал в 17-м году, я работал в Apple, мы использовали там очень странные вещи, потому что там просто было много всего написано. Но потом они это переделали тоже. Но опять же, у больших компаний есть своя инертность в этом плане. Так, а для чего и с чем используют Python? То есть вы думаете, где же этот Python можно применить? Python – большей частью для бэкэнда. Но вы на бэкэнде можете использовать и JavaScript. Python – это бэкэнд, это машин-лёрнинг, всякие искусственные интеллекты. Это все туда. Так, Руся говорит, HTML и CSS – не языки программирования и много не требуют. Да, все верно. Они не требуют пару вечеров, и вы в них разбираетесь. Ну, после JavaScript обычно так происходит. Мило. Для компьютерных команд или что-то создать пример? Ага. Ну, да, можно что-нибудь создать. Игрушку можно какую-нибудь сделать. Простую. Простую какую-нибудь там змейку. Pac-Mana. Так, давайте вопросы. Сейчас я вас размутирую. Да, ребят, давайте вопросы. Я очень хочу ваши вопросы. В общем, сегодня работаю по вашим заявкам. Все, что вы попросите, сегодня все сделаю. Исполняю любые желания. Вы можете включать микрофон и говорить, кстати. По фронтенду, по бэкэнду, по языкам программирования. Но не про тестирование сегодня, пожалуйста. Не заменит ли искусственный интеллект данную специальность в перспективе? Когда-то там может быть. Когда на старости наших лет, то, может быть, мы это увидим. Но пока нет. Пока нет. Есть чат GPT, есть даже Copilot. Я могу показать, как это работает. Допустим, я ему пишу. Видишь, это он мне предлагает. Он анализирует код. И он мне предлагает вот это вот написать. Вот это вот здесь. Он думает, что здесь это будет уместно. Я могу написать, допустим, вот у меня есть поле email, паспорт. Я могу написать, типа, давай добавим поле телефон. То есть я ему объясняю, что сейчас будет здесь происходить. И вот он, вот я здесь написал, что я хочу получить. И вот тут он мне генерирует часть, которая будет работать. То есть он чуть-чуть помогает. Чуть-чуть помогает. Но не так, чтобы я ему там сказал, добавь поле телефона. И он такой, пум, поле телефон готово. Это появится когда-то. Но, поверьте, не настолько, чтобы прямо сейчас. Тем более он-то здесь добавил это поле. Но осталась еще куча всего, куда эти данные должны прийти, с кем они должны соединяться. Поэтому пока что это наши мечты. Так, следующий вопрос, Джон. Какие базы данных будем изучать на FullStack? Relational или others? Ну, мы используем Mongo в качестве нашей любимой базы. Это нереаляционная база данных. Она прекрасна во многом. Во-первых, масштабируемость. Во-вторых, свобода внутренняя данными. У нас есть SQL, у нас есть занятия по SQL, даже записанные. Вы можете применить SQL-ную базу, если вам очень сильно захочется. Но после того, как вы попробуете Mongo, вы поймете, насколько с ней приятно работать. Так, Каусар спрашивает. А можете рассказать про отличие профессии UX-дизайнера и веб-дизайнера, которые лучше, легко ли перейти оттому к другому? Давайте так. В общем, веб-дизайнер сам по себе, он где-то еще остается на просторах интернета, где-нибудь там во фрилансе. Но как таковой, именно вот в чистом виде веб-дизайнер не нужен. Нужен UX-UI с хорошим чувством дизайна, с хорошим чувством прекрасного. А вот чистый веб-дизайнер, который может просто рисовать красивые финтифлюшки, навряд ли это уже нужно. Потому что, допустим, давайте я отвечу на этот вопрос. Смотри, например, есть сайт какой-то темфорест. Тут можно купить какой-нибудь, посмотреть какой-нибудь дизайн красивый. Все будет красиво, четко. Вот я просто тыкну куда-нибудь. Вот, смотри, вот это тут поработал дизайнер. Таким, я думаю, о, классно. А теперь как бы это нам адаптировать? Мне все нравится. Здесь дизайнерская работа, там всякие эти варианты страниц и так дальше. А теперь мне это нужно адаптировать к моему магазину. Потому что если вот я поменяю здесь что-нибудь, я буду здесь продавать какие-нибудь другие пляжные сандали, он почему-то уже не будет так красиво смотреться. Поэтому нужен человек, который будет заниматься этим всем адаптированием. Но дизайн, да, вот как бы вот мы натыхали, выглядит все четко, красиво, ярко и так дальше. Но один дизайн продает, да, то есть там есть продажи, другой дизайн не продает. Задача дизайнера сделать так, чтобы красиво, ну и в принципе все равно там продает, не продает. А задача еще UX, UI – это проводить исследование. То есть именно UX, UI – это обновленная следующая версия дизайнера. Тот, кто это будет делать, ну не только чтобы это было красиво, а чтобы оно еще работало. То есть таким X – это ресерч. Так, еще, ну ладно, в общем, как мог ответил. Можно ли перейти одному к другому? Начинайте сразу с UX, UI. Не тратьте время на дизайн, на рисование кнопочек. Это скоро этого, без этого мы точно уж обойдемся. Будут ли просить с нуля делать фреймворк для компаний? Нет, не будут. Точно, никогда такого не было. И также будут ли спрашивать об этом на интервью тоже, умеете или нет. Ну, скорее, не отчем, да. Скорее, не отчем, да. Наши студенты, если вы подключитесь к проекту, который вот только-только будет начинаться, если вам повезет так. Кстати, вот один из проектов, вот новый сейчас начинается. Мы тоже делаем такую торговую, в общем, платформа. Платформа будет, это интересная. Вы как раз увидите, увидите, как она создается. А нужно ли это от вас? Навряд ли, навряд ли. Если вы присутствуете при этом, то да, у вас такой хороший образовательный момент получается. Ну, нет, не было, нет. Пересмотрите в записи. Можете писать взаимодействие веб-девелопера и девопс-инженера, как они пересекаются. Ага, хорошо. Вот у нас есть команда. Давайте я тут вернемся к ней. Вот наша команда. Заказчик, project manager, business analytics, UX, UI нарисовали. Frontend с backend тут как-то договорились. И вот это все, вот этот frontend и backend делают, еще есть один человек, который занимается тем, это называется DevOps. DevOps. По-старинному это называлось, типа там, системный администратор и так дальше. Но DevOps это еще шире. То есть DevOps, или может быть даже, даже не шире, наверное, такой более специализированный человек, занимается тем, что делает так, чтобы вот эта вся конструкция фронтенда и бэкенда работала, работала хорошо, безотказно. И если вдруг где-то что-то сломается, чтобы оно, в общем, он займется тем, чтобы оно быстро стало работать. Он еще занимается тем, что организовывает хранение данных, резервное копирование, различное окружение для тестирования, если вдруг нам нужно сделать какую-то копию систему, но чтобы она была доступна только для тестирования где-то. То есть это не тот человек, который меняет тонер в принтере, но он занимается работой с сетями для компании. Он занимается тем, что и приложения компании работают. Тоже очень востребованная специальность. Мы учим на DevOps. То есть в DevOps мы верим. Так, были еще какие-то вопросы, еще не прочитал. А, как они пересекаются? DevOps – это тот человек, который обеспечивает работу всего этого, поэтому если все организовано хорошо, то вы с ним не пересекаетесь. Если все организовано плохо, то вы с ним пересекаетесь очень часто. DevOps занимается тем, что организовывает окружение для тестировщиков, чтобы тесты прогонялись, чтобы работала где у кого как организованы релизы или непрерывная доставка кода. Так что вот он там есть. Какой большой бонус и какой большой плюс для вас. Всему этому и фронтенду, и DevOps вы можете научиться относительно быстро. С бэкэндом нет такого. В бэкэнде все дольше, сложнее, и там очень большой зоопарк. Там просто очень большой зоопарк, который жив. Причем вот если во фронтенде какие-то темы отыграли и все списали на помойку истории, а вот в бэкэнде вот их зоопарк, он очень живучий, и там может быть огромная комбинация языков программирования, серверных всяких технологий, баз данных и так дальше. То есть в бэкэнде сказать, что вы за год станете бэкэнд-разработчиком, да, вы можете стать им где-то в какой-то одной области. Типа вот там выбрали, я беру только один язык, я беру только один какой-то серверный стек и беру какую-то там одну-две базы, и все. И вот с ними там за год вы где-то примерно дотянете до Junior+. Во фронтенде вы легко дотянете до Middle+. Там между Middle и Senior будете где-то вот в этом пространстве болтаться. Так, пришло еще несколько вопросов. Предусмотрено ли обучение Linux, Unix на каком-либо вашем курсе? Ну вот в чистом виде, типа давайте сейчас мы научимся пользоваться Linux, оно большей частью реализовано в DevOps, потому что там вы неизбежно пользуетесь командной строкой. На фронтенде и на тестировании вы тоже пользуетесь командной строкой, вы знаете несколько команд, но, конечно, если вы пойдете на DevOps, то вы с командной строкой будете дружить, дружить очень плотно. What does software engineer do? Ну, понятие вообще software engineer это просто такое же понятие, как и водитель. Да, вот есть водитель. А водитель это чего? Водитель грузовика, водитель автобуса, водитель машины, маршрутки или это водитель какого-то гоночного драндулета? Да, так же и здесь. Software engineer это очень размытное и совершенно не конкретное понятие. Поэтому если у вас есть, там типа software engineer это как бы мастер по всему. Если точнее, то мастер по ничему. Так что software engineer это такой вот зверь, где нужно... А, вы говорите про то, что в школе. Уточняйте у них, уточняйте программу. Что за software engineer? Вполне возможно, такие там базовые вещи, там про байты, килобайты, про команды, может быть, какой-то язык программирования. Ну, скорее всего, это не специальность. Просто software engineer это не специальность. До класса будет у вас DevOps? DevOps, DevOps, DevOps будет, да. Кстати, на DevOps у нас, у нас вообще завтра запланирован. Когда начинается следующий курс DevOps? А это уточняйте у менеджеров, потому что мы его стартуем, по-моему, раз в два месяца. Можно ли перейти в game dev, если ты разработчик сайта? Ну, такое себе. такое себе. Я не уверен. Просто смотри, тут такая штука. Разработчик сайта, фронтенд, это не разработчик сайтов. Вы занимаетесь разработкой веб-приложений. Они могут выглядеть как сайт, но на самом деле там логика в другом чуть-чуть. Можно ли перейти с фронтенда в game dev? Можете, но просто учитывайте, что потребность во фронтенд в разработчиках в десятки, в сотни раз выше, чем потребность в game дизайнерах. Просто можете закинуть. Может быть, если вы там... Я не знаю просто, что вас ведет в game dev, то есть какие-то вещи, может быть, какие-то личные, личный интерес. Если вы чувствуете, что ваше призвание там, то да, вполне возможно. Пригодятся ли мои навыки там? Если вы идете как разработчик именно игр, логики игр, то да, навыки программирования вам пригодятся во многих отраслях. Да. Ребята, у вас микрофоны работают. Можете включать микрофон и говорить. Мы через пару минут будем уже расходиться. Если у вас есть какие-то... Здравствуйте. Да, да. Извиню. Если у вас есть какие-то предложения, что вам нужно показать, как внутри работы, спрашивайте сейчас. Сейчас самая лучшая возможность. Да, давай. Привет. Ты в эфире. Здравствуйте. Я интересуюсь, какой язык преподаете для девопс-инженеров? А у них нет как такового языка программирования? Я знаю, что голлайн подходит к этой работе очень для этого он создан. Я так знаю. Если вы пойдете уже именно в автоматизацию девопса, то там вы можете использовать и баш-скрипты, там есть еще некоторые фреймворки, технологии, такие как Terraform, Ansible, и вы можете использовать те скрипты, которые они внутри просят. но с баша начнете с базовых баш это вроде как язык терминала, да? Да. Линукс. Вы из него можете составлять скрипты, причем там также может быть и ветвление, и циклы, и все, что вам нужно. Это базовые вещи. А потом, если нет смысла переходить в автоматизацию DevOps, если ты не можешь это сделать по-простому. Тогда, когда ты уже разберешься со всеми участниками, допустим, с AWS, с базовыми вещами, тогда да, тогда можно браться, и тогда понятно, для чего ты это делаешь. Спасибо. Руся спрашивает, можете что-нибудь сказать об акциях компании, когда устраиваешься на работу, в какую компанию, и как акции работают, если уволиться через полгода, что будет. Мы уже обсуждаем цвет яхты, которую вы хотите купить, но я все равно отвечу. В некоторых компаниях, особенно те, которые уже торгуются, вам могут дать пакет акций. Я в одной компании работал, мне там дали пакет акций, и каждый год они давали еще, то есть там весь пакет был разбит на 4 года, и каждый год, который работаешь, ты получаешь по 25% плюс еще к этому. акции растут, и ты можешь докупать по дисконтной цене, но в итоге оказалось, что там накапало очень даже неплохо, я их не трогаю, они там себе, мне приходят какие-то отчеты, что там чуть-чуть подросло, или где-то чуть-чуть упало, плюс пару тысяч, минус пару тысяч, в общем, там рынок сам работает, я его не трогаю, если вам дадут акции, хорошо, но есть компании, которые не вышли на рынок, они дают стоки, либо газету вам дают, если ее нельзя продать, то это по большому счету газета, так что серьезно не воспринимайте, ждать пока компания выйдет на рынок тухляк, не, так, сначала нужно изучать Java, а потом HTML, CSS, нет, мы учим JavaScript, Java и JavaScript, несмотря на то, что они очень похожи называются, это два разных языка, да, мы изучаем JavaScript, так, как определяется Middle и Junior, определяется уровнем тех задач, которые вы можете решать самостоятельно, либо под присмотром, и под вашим, ну, также еще формируется, сколько вы, на сколько граблей вы наступили, то есть, чем больше вы всего попробовали, чем больше вы знаете, тем вы опытнее, да, я хочу заниматься машинным обучением, но там очень долгий путь обучения, как мне кажется, там не очень долгий путь, там очень долгий путь обучения, поэтому, если вы готовы года три в это посвятить, то, пожалуйста, можете начинать с Python, и так дальше, отсюда вопрос, если я пойду в full stack, насколько сложно потом перейти в машинное обучение, нет, не сложно перейти, в это можете потом совмещать, и по ходу поймете, допустим, что лучше, но, если у вас нормально с программированием, то идите в те специальности, в которых вы можете быстрее выйти и получать за это деньги, свои мечты, типа машинное обучение, еще всякие говорящие роботы, вы этим можете заниматься уже параллельно с тем, параллельно своей работой, когда она вас уже будет содержать. Есть ли у вас стажировка по DevOps? Да, у нас есть стажировка для DevOps тоже. Напишите менеджерам. Так, Руся говорит спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Хотел вас спросить, смотрите, какой язык будет легче всего начинать учить? Я просто, я пошел в колледж сейчас, мне 18 лет, я пошел, я выбрал язык Java, а вот что лучше учить, начинать с чего? JavaScript, Java или TypeScript? Что из этого будет лучше всего начать изучать? JavaScript и TypeScript это практически одно и то же. То есть сильно не отличаются. Java и JavaScript сильно отличаются. Java выбрал. У меня просто в колледже нет JavaScript, мне посоветовали Java, но я вообще хотел Python, у меня есть маленький какой-то опыт, минимальный в Python, я хотел Python начать, но мне канцлер сказал, что лучше выбрать Java, не знаю почему, но она говорит Java, поэтому я Java выбрал, думаю, пробовать Java. в общем, ничего страшного, основы программирования одинаковые будут, что в Java, что в Python, скажем так, ты начал не самого легкого, может быть, не знаю, не самого популярного, Java это весь enterprise бэкэндовский сидит на Java, там рыба есть, там рыба однозначно есть, разберешься с Java, поймешь потом любой язык, ну в принципе да, да, ага, а какой язык будет легче всего, если начать изучать, что самое, какой язык самый простой? Ну Python, JavaScript, они одинаковые по простоте, но это не значит, что когда мы говорим, что они простые, это не значит, что вы его выучите за два, за два вечера, я учил, я понимаю, что это такое, ну да, да, относительно другим языкам, относительно да, относительно ассемблера, они простые, да, то есть относительно Java, там сильно проще стартануть. Ну да, ну я бы просто сравнил Java, как выглядит и Python, ну Python, там намного короче команды, ну типа задача та же самая, но допустим команду выписать на Java и на Python совсем по-другому выглядит, ну допустим даже тот же самый какой-то там напечатать что-то Hello World, там на, допустим, на том же Python, там вообще две строчки, на Java там вообще их 5-10 строчек, ну там минимально, это конечно тоже отличие, как оно выглядит. Да, там есть, ну опять же, ты говорил, тебе сколько, 18? 18 лет? 18, да, 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 у тебя есть время, поэтому ты можешь играться в эти все штуки, я думаю, что ты с пользой проведешь, особенно если у тебя хорошие преподаватели, хороший коллектив, то это будет на пользу, Но если говорить про достаточно быстрый старт, надо идти, я бы рекомендовал фуллстак с акцентом на фронтенде. Так ты просто быстрее увидишь результат. Ты пока в джинле увидишь какой-то результат, ты будешь, допустим, даже сделаешь калькулятор, там можно сдохнуть просто, пока все это сделаешь. А самое важное для начинающих разработчиков и тестировщиков видеть результат, как можно быстрее. То есть вы сделали, напишли пару строчек. О, работает, красота, все, понеслась. Ну да, я понимаю, о чем вы. У меня получается, сразу глаза загораются. Если что-то не получается, ты сидишь, 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 думаешь, как, как, так пробуешь. Да, успех какой-то вначале очень важен, мотивирует. Ну да, пока. Спасибо вам. Александр спрашивает, вы помогаете создать какую-либо игру или онлайн-игру, например. Ну, конкретно с играми нет. Мы делаем веб-приложения, разные, разные, там даже какие-то калькуляторы, какие-нибудь формочки. Все то, что мы делаем это в миниатюре, но в компаниях вы будете делать примерно то же самое, просто в большем масштабе. Мы делаем игры и на джаваскрипте, но это, опять же, для того, чтобы закрепить определенный навык. Мы делаем там типа memory game, пятнашки, еще всякие, ну, такие игры логические, где там, пока ее сделаешь, разберешься со многими вещами. То есть там смысл не в игре. Так, Антон, спасибо за ответ по поводу ML. В какое направление идти, чтобы двигаться в направлении моей мечты ML? Ну, в Python, конечно. Конечно, в Python высшая математика, статистика, вперед. Да. Спрашивают еще Мин Гилли, Мин Гиан. Обучаете ли работать с ГИТом? Обязательно. Вы без ГИТа, ну, вы с ГИТом начинаете уже с четвертого, пятого месяца, неделя, неделя работать. Да, без ГИТа сейчас навряд ли куда-то. Таня спрашивает нас на английском. Насколько большие шансы получить работу в Майкрософте, software-инженер, после School from Zero? Таня, я не уверен, что Майкрософт – это вообще хорошее место для работы. Честно. Я совершенно не уверен, что внутри он такой же, как кажется снаружи. Да. Поэтому я знаю, что у вас есть определенные там мечты, там представления, кто-то, может быть, из ваших знакомых там работает, но внутри может оказаться гнилая дыра. Так что я рекомендую, вот если вы хотите получить вот прям вот ядренейший опыт, это ядренейший опыт, это идите в маленькие компании, где вы будете один из пяти программистов-тестировщиков, где если вдруг вы там где-то что-то сделали, сделали, допустим, не сделали, это сразу стало известно всем. Таня, ты а у меня оба от Майкрософта. Я не знаю, что у тебя какие-то, да, у тебя, видимо, какая-то эмоциональная связь с этой компанией. Я не знаю, откуда это появилось, но я вам рекомендую избавляться от эмоциональной связи с компанией, с вашим будущим работодателем, если он еще не ваш, чтобы это не сильно, в общем, чтобы это не разбило ваше сердечко. Да, Майкрософт, по крайней мере, из тех людей, кто там работает, один из наших студентов, он пошел в собеседование и стал тим-лидом фронтенда. Говорит, он говорит, я делаю там все сам. Мы, эти работники, просто пни и валенки, ничего не делают, просто какие-то имитаторы, имитаторы, непонятно вообще, как их туда наняли. Контингент странный. Но опять же, как повезет. Он в Сиэтле, я не знаю, в Виэ это где. Он в Сиэтле работает. Виэ это туда же? Это Вашингтон? Да, нет, Вашингтон, Сиэтл, Сиэтл. Ну вот, наверное, это он, не он. Ну, неважно. Работайте, устраивайте. И вам крупно повезет, если вы будете работать в маленьком коллективе. Там вы получите опыта в 10x больше, чем в этом, в какой-нибудь там, в большой конторе. Поверьте. Я вам говорю, потому что я это знаю прекрасно. Так, есть ли в Вашем силабусе CICD? Обязательно. Каким именно будете обучать у нас? Если мы говорим про тестировщиков, у них там что-то зафиксировано. Там нужно посмотреть, что они сейчас используют. Мы использовали, у нас есть Jenkins. Скорее всего, там будет Jenkins. Скорее всего, Jenkins. Если говорить про фронтенд, то тут у нас прям раздолье на каждом проекте. Там можно выбирать свое, можно свое построить. Можно работать как бы непрерывной доставкой. Можно работать релизами. То есть можно переходить с одного на другого. Поэтому там свободы намного больше. Мы не фиксируем, на фронтенде мы не фиксируем эти тулы в программе, чтобы это можно было выбрать из этого. What small companies do you suggest to apply to? Вообще любые. Просто даже не так. Я вам рекомендую, applyтесь везде. А куда вас возьмут, это уже другое дело. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы вас взяли там, где вам будет интересно. Так, спасибо. А по поводу UI-тестинг. Будете ли обучать этому тоже? Да. UI-тестинг. А, точнее, unit testing. Да. Юнит-тестирование есть. Есть. Во фронтенде есть. Его ведет даже отдельный человек у нас. У нас есть девушка Надя. Она ведет именно юнит-тестирование. Потому что... Потому что... Это отдельное состояние души. Так. Таня. I used to work in doctors, clinic, many of clients, Hindu people from Microsoft. Много индусов с Microsoft. Да, как много. Там все они. Они все софтвер-инженеры. Ага. Они рассказывали, какой у них great job. Ну, да. Потому что они наняли нашего там студента, и он за них все делает. Да. Ну, ладно. По поводу индусов. Индусы прекрасные ребята. Вот индусы по менталитету к нам ближе всего. Ближе всего. Главное зацепиться вначале куда-нибудь. Да, Руси. Абсолютно верно. То есть вам вообще без разницы. Это будет Microsoft или Microsoft. Может быть так, что у вас будет там легкое интервью. Может быть так, что у вас будет там интервью, как будто бы профессор Гарварда. Как пойдет. Вообще. Все сильно зависит от рекрутера. Ну, попадете вы в Microsoft. Прекрасно. Избудется ваша мечта. Не попадете. Ну, как бы, может быть, там Боженька вас отвел. И как бы для вас приготовлена другая... Другая компания. Да. Так что это как пойдет. Ребята, у нас есть 5 минут. Если есть какие-то вопросы, предложения, пошалите. Давайте, давайте, давайте сделаем. Не? Все? Закругляемся? Или кто-то печатает что-то? Вот. Вы будете писать код. Обязательно будете писать код. Мой, спрашивает. Антон. Да, да, да. Обязательно. Вы будете писать код. Вы научитесь. Вы с этим разберетесь. Для тех, кто хочет вообще себя попробовать. Вот здесь. Кодинг. Пас. Начните проходить JavaScript синтакс. Пройдите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пройдите 7 лекций. Пройдите 7 лекций. И это будет самым лучшим ответом для вас. Понравится оно вам, не понравится. Но если вы 7 лекций такие прошли, значит, вы с нами. Значит, вы с нами. Тут будет 10, 3, 21, 8, 8, 13 задач. То есть все это вот там суммируйте. Посмотрите, сколько там будет задач для того, чтобы проверить. Это микрокодинг. Микрокодинг. Вам будет типа, а напишите вот так, а напишите вот так, напишите вот так. То есть начните вот отсюда. Кодинг. Пас. Если вы тут еще не зарегистрировались, я удивлен. Да, поэтому зарегистрируйтесь здесь. Да. Зарегистрируйтесь здесь. В качестве домашнего здания. Вот 7 лекций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Завтра. Завтра мы с вами работаем с DevOps. К нам, я надеюсь, придет наш еще преподаватель по DevOps. Он вам расскажет. Ну, как бы мы с ним будем вместе. То есть он вам расскажет. Может быть, напугает. Может быть, расскажет свою какую-нибудь эту драматическую историю. Так, с iPhone говорит, я не могу опять www.pass.us. Мой лаптоп. Серьезно? С www не открывается? Нет, открывается. Напишу кодинг. Вот я ссылку, это я скинул ссылку. Человек с iPhone. Да. Вот сюда нажми просто. То есть вы делаете это, а завтра на занятия приходите, расскажете, что у вас получилось или нет. Если у вас будут какие-то сложности с прохождением, вы можете написать нашим менеджерам. Лиля, Маша, Марина. Вот кто вам писал сюда, приглашал. Вы им можете написать. Вы же, наверное, знаете их имейли или нет. Где у нас там? Пас. Интера. Где-то я. Вот они. Вот они. Посмотрите. Вот. Это их телеграммы. Можете им написать. Русик говорит, знаем этих принцесс. Да. Они знают правильные ответы. Если вдруг у вас там что-то не будет не получаться, они знают правильные ответы на эти все задачи. Им пришлось выучить программирование и тестирование по ходу работы у нас. Да. Также вот так, так, так. Вот мой телеграмм. Если вдруг кому-то нужно будет. Если кому-то будет нужно. Я сейчас остановлю запись. И у меня будет к вам бонус. Так. Я сейчас остановлю запись. Все. Короче, ну типа тут у нас торжественная часть заканчивается. А потом начнется только для тех, кто был на встрече. Субтитры сделал DimaTorzok